Мало кто знает, но в школьные годы я занималась боксом. Правда, немного, всего пару месяцев. Поэтому среди своих коллег попасть сюда больше всех хотела именно я. А находимся мы сейчас на всероссийском чемпионате по боксу Байкал-2022. Три дня соревнований, 58 ярких поединков, более 80 спортсменов из 25 регионов страны. Чемпионат Байкал проходит ежегодно. Это уже 51 турнир. Настрой боевой, готовы на родной земле показывать красивый бокс. Мне всегда непонятно было, почему людям приятно смотреть, когда друг другу больно. Во-первых, это, наверное, самый джентльменский вид спорта. Бокс очень красивый. А то, что больно, не больно, но каждый убирает свой путь. Вы судья, да? У вас прям по походке издалека видно, что вы судья. Я смотрел, ну, да. Вы какой-то суровый. Рассказывать откуда вы? Я с Махачкалы, из Дагестана. Я так и знала. Поскольку вы судья, значит, наверное, сами когда-то занимались боксом, да? Да, я заслуженный тренер, я почетный гость. Сегодня судить будете? Всегда судите? Все по справедливости, да? Я за судьями смотрю. А, вы судья судей? Да, судья судей. То есть вы тут прям биг босс, да? Да, биг босс. Байкал-2022 посвящен памяти легендам бурятского бокса Владимиру Сафронову и Великтону Бараникову. Великтону Венакеновичу я был лично знаком. Его бои видел. Сразу же поехал на первую олимпиаду стать серебряным призером. И то он боксировал там со сломанной рукой. Это на самом деле такой очень неодернанный человек у нас в республике. Очень жалко, что он очень рано ушел. Здесь мы увидим борьбу не только за первое место, но еще за звание мастера спорта. Такое тоже возможно. Если спортсмен еще на сегодня не является мастером спорта России, то у него есть возможность здесь как раз этого звания добиться и выполнить норматив. А как это? Занять первое место. Здравствуйте. Хочу познакомиться с вами Алтана, телекомпания АТВ. Вы представляетесь? Старший тренер. Не, не, не. Выбрали его. Все, все, все. Выбрали его. Не обижайтесь, я могу вас выбрать. Присаживайтесь. Вам больше за каким боксом нравится наблюдать? За мужским или женским? Ну, наверное, все равно все-таки за мужским. Это традиционно. Честно скажите, мальчики боятся? Ну, если узнают, то да. Наверное, а ты меня не побьешь. Почему именно этот вид спорта? В школе кто-то обижал? Нет, в деревне просто единственная бесплатная секция была. По-моему, все спортсмены выходят отсюда. Удастся ли нам сюда заглянуть? Не поймешь, где наши, где не наши. Подписывались бы хоть, что ли? С кем выхожу? С Якута. Сам откуда? Гулять. А, ты наш. Все, давай я тебя обниму на удачу. Или нельзя? Я не знаю, какие правила в боксе. Нет, обнимать можно, я просто готовлюсь. Все, хорошо. Я просто тебя обниму. Желаю тебе удачи. Все, я буду болеть за тебя, держать курлочки. Победа, держал боксер синий угол, я раздал Алексей, республика СТАХА, Якутия. Здравствуйте, вопрос, а почему бой так быстро закончился? Победа, ввиду явную преимущество. Ну, он же не упал, у него же были шансы. Это не имеет, нет, шансов практически не было. Так, рассказывай, соперник идем и сильный, да, попался? Или в чем, какая у него тактика была? Нападение? Нет, просто фактически возможность. Как ты определяешь, за кого нужно болеть? За красного. Почему? Потому что он наш. Где ваши спортсмены, ребята? Они разминаются, сейчас бои начнутся. Против кого? Против вашего. А-а-а. Да. Ну что, делаем ставки? Ну, ставки сделаны уже. Двигайся, Альберт! Все эмоции отдал в ринге. Пока что не могу подробно все сказать. Бой удался. 57 килограммов. Боже мой, у меня точно такой же вес, но просто посмотрите на свое тело. Бежит. Сплошной кусок мышц. Ну, как сказать, природа дала такое очень сложение. Финальные бои пройдут 23 июля ФСК. Вход свободный. Возрастное ограничение 6+. Алтан Мункуева, Баир Дугаров, телекомпания АТВ. Ну, так, чисто между нами. Молодой человек есть? Нет. Времени нет на молодых людей. Пока что. А когда знакомитесь, они там спрашивают, Кристина, чем занимаешься? Сразу, правда, говорите? Нет, всегда говорю, занимаюсь шахматами. Чтобы не убежали, да? Убежали, да. Убежали, да.